Самостоятельно, когда я решала свои проблемы со мной, после замужества я не чувствую помощи от ему. То есть на него я не могу надеяться, если у меня какие-то ситуации появляются, например, ТТП, да? Он может даже не поднимать руку у него всегда на беззвучном режиме, если я уезжаю в город, он меня не ищет, не звонит, не пишет вообще. Три дня может он не узнавать, как у него. Вы пробовали дистанцироваться, не разговаривать с ним? А мы с ним часто не разговариваем. И ему нормально, да? Ну, он работает онлайн, мы живем в загородном, поэтому я часто приезжаю поздно и уезжаю в 6 утра. И по возможности, по выходным я делаю домашнюю работу. Дети есть? Готовлю, да, и ребенок есть. Ну а как он свою любовь проявляет к вам? Заботой? Какой заботой? Он мне помогает по домашним делам. А, ну то есть, видите, он молчу, но как бы, ну, включается вот через дела как-то помогает, да? Ну вот так, вот видите, у вас такая судьба, что достался человек такой, что он не разговаривает, молчит все время. Ну, помогает. Может, я не отработала карму с первым женихом, который так любил меня сильно, а я бросила, вот этим по-любому. А вот с ним запутался и сильно любил, и душил меня. Душил, видите, не выдержала, не выдержала, испытания бросила. Ну, что теперь, назад, что смотреть? Жизнь и жизнь. Что мне делать при этом? Да, просить мужа, да и все, что делать? Я думаю, может, мне уволиться с работы и начать заняться своим делом, больше времени уделять домам. У меня получится. Как вы, садитесь, садитесь, с кем вы работаете? Ну, в сфере рекламы, видео, съемка, монтаж. А я сейчас работаю в финансовой сфере, я в 6 приезжаю, по вечерам в 8-9 тренировка, в 10-12 приезжаю домой. Нет, это не дело. Ну, то есть вы дома, у вас не бывают просто. Да, муж дичает. Муж дичает. Дома свекровь, она все домашние дела делает, будни и дни, а выходные. А он с ней общается, разговаривает? Да, у нас хорошее отношение, у нас тоже хорошее отношение. О, моя хорошее, это что-то не очень хорошая ситуация в вашей жизни. Это означает, у вас не включились, вы не включились в отношения с мужем, у вас нет отношений. Нужно его приучать к себе, значит, нужно ему готовить как-то еще что-то. Ну, надо менять образ жизни, да. Ну, сейчас прямо сразу резко не бросать работу, но искать себе, возможно, что-то другое. То есть менять образ жизни. Ну, вот на данный момент, то, что я вижу, вы теряете мужа потихоньку. Потому что, если вы ему женскую энергию не даете, то у него копится вакуум, и он уже копится. И дальше будет просто красивая и смелая, дорогу перешла через низкой распилы, любовь ее была. Ну, то есть, как бы дальше будет просто перетягивание одеяла. Ну, то есть, у вас кто-то мужика просто отнимет. Он выйдет просто в магазин, пойдет и все. Ты знаете, если вакуум создался, то найти женщину можно, она с потолка свалится, потолок проломит. Ну, как рада тебя видеть. И все, как бы. Онлайн найдет. Ассалам Али. Онлайн найдет. Да. Я раз понимаю. Ну, то есть, у него крыша, когда потечет, будет смотреть картинки там в интернет. Знакомство начнет, на сайты знакомств заходить. Вы, кстати, в его интернет посматривайте там, в разделе, там есть такой раздел. История. История, да. И смотрите, что там, куда он. Если там нет доступа, это плохо. Если там в истории уже, как бы, есть сайты знакомств, значит, уже процесс пошел. Вопрос только времени, значит, когда, как бы. Ну, то есть, у вас уже ненормальная ситуация. Видите, он разговаривает со своей матерью, но с вами не разговаривает. Значит, у вас нет отношений. Если у вас нет отношений, значит, у него энергия женская в него не входит. Тем более, что готовит и у мамок. То есть, ваша женская энергия в него не течет. Это значит, что потечет чья-то другая. Курить бросить или что-то не тянуло? Курить бросить. Или пить, чтобы не тянуло? А вот пьянство и курение, все это из области здорового образа жизни. Надо изучать лекции по здоровому образу жизни моей. Там на этих лекциях говорится, что есть слои психические, пять психических слоев. Что всегда именно возможность отдыхать, снимать напряжение, зависит от пятого психического слоя, самого глубокого. Там находится, все, мы хорошее болтание прекратили, все, тишина в студии. Там на пятом психическом слое находится, как бы такое вот ощущение счастья, глубокого расслабления, покоя и так далее. Если там формируются блоки, то, допустим, если там чувство отчаяния, неудовлетворенности сильно копится, то человек начинает выпивать. Если хочешь копиться чувство безвыходности, такое, как будто ты не можешь что-то преодолеть в жизни, устаешь на работе, нет снятия напряжения, напряжение копится, тогда в этом случае будет курение. Ну, то есть динамическое напряжение на пятом слое приводит к курению, а статическое напряжение приводит к выпивке. И чтобы статическое напряжение убирать, надо делать статические упражнения, то есть 65 минут возле стеночки стоять, 3 раза, 4 раза в неделю. Сидеть в воде, снимать напряжение водой тоже. Это в методичке все описано. Есть методичка по здоровому образу жизни на сайте teresnov.ru в разделе «Материалы». Надо скачать методичку по здоровому образу жизни и изучать, как очищать свое психическое тело. Длительное движение непрерывно, 4 часа ходьбы раз в 6 дней, пробивает блок динамического напряжения, который связан с курением. И только через 7-8 месяцев, такой по графику ходьбы, человек может избавиться от курения. И то же самое, 7 месяцев надо статику делать, чтобы избавиться от пьянства. Потому что блоки очень медленно уходят из психики. Это не быстрый процесс. Но когда человек избавился, все, дальше она не придется, уже вредная привычка не вернется, потому что он правильный образ жизни ведет, свое психическое тело очищает и все налаживается. Ну то есть само пьянство, люди говорят, что это социальная проблема. Ну, конечно, в этом есть проблема, есть социальная проблема. Ну вот, допустим, мужчина, у него копится статическое напряжение на пятом слое. Допустим, ему жена говорит, ты пьяница, перестань пить. Он, допустим, скажет, ладно, все, завязал, ну там, закодировался, он перестал пить. Но разгрузка же не идет, пятый слой копится, а там есть варианты. Второй вариант – это бабы. Ну то есть если у мужчины копится статическое напряжение, у него жар в теле увеличивается. Жар, когда идут в половые органы, то начинается сильное желание секса. Если жена не может его удовлетворить, тогда он начинает искать других женщин. И это одна и та же энергия, статическое напряжение. Он не пьет, значит, ищет баб. Ну то есть надо решать проблему, а не то, что человека ругать, что он пьет. Надо решать проблему. Проблема заключается в том, что копится статическое напряжение, человек становится в отчаянии, такой раздражительный, гневливый, неудовлетворенный в жизни. И ему надо выпить, чтобы снять с себя это напряжение. Или делать правильные вещи, а именно находиться в воде и делать статические упражнения. Если человек это делает, правильные вещи, то ему не надо будет себе бабы искать и выпивать. То же самое динамическое напряжение. Болевые функции у человека страдают. А то он становится напряженным, трудно думать, трудно концентрироваться, трудно себя заставить что-то делать. Безысходность копится, такое чувство, что я не смогу, не справлюсь в своей жизни с чем-то. И надо закурить. Когда человек закурил, кажется, получше все. А почему? Потому что у него просто блокируется восприятие психического тела. Когда человек пьет и курит, блокируется восприятие психического тела, ему кажется, что ему легче жить стало. Это такое обезболивание такое. Человек, когда зуб болит, ему обезболили, там, анальгин положили на зуб. И он говорит, о, классно, спасибо тебе, все нормально. А ничего не нормально, зуб как был больным, так и остался. Анальгин перестанет действовать, опять заболит. То же самое пьянство и курение, это не выход из положения. Это просто обезболивание психики. Можно обезболивать себе нерв, а можно психику обезболивать. Вот когда человек выпивает, он просто забывается. Но это неправильный образ жизни. И поэтому нужно читать методичку и начать аскезу совершать, очищать свою жизнь, свою психику и налаживать все в своей жизни. Мужчина сзади, ваш вопрос. Вы про себя говорите? Нет, я еще не говорю. Здравствуйте. Сейчас вот я ему отвечу, вот он крикнул с места мужчины. Где же мое счастье? Сейчас, сейчас, мужчина, сейчас, буквально секунду. Я вот отвечу, мужчина с места крикнул мне. Я пытаюсь сейчас его продиагностировать. Да, тоже статическое напряжение. Пятый слой. Ну, то есть, есть опции азартные игры, выпивка или баба. Ну, то есть, надо в воде сидеть, делать статические упражнения и убирать блок, который заставляет вас так снимать искусственно себя напряжением. Так, теперь ваш вопрос. Здравствуйте всем. Олег Геннадьевич, есть такой вопрос. 33 года в браке, 4 года последние, очень тяжелые в плане нашей семейной водки. Прямо что-то бросать, то влево, то вправо. В общем, как они держатся и идут, но нужна наша помощь, люди, совета и богословения. Идет плохой период. Вот, плохой период у вашей жены. Идет, накопится статическое напряжение психики. Она стала очень раздражительной. Убежается по каждому поводу. Чувствительность повысилась. Правильно я говорю? Ранимость. А вы жена, да? Да, я жена. Все, я вот как говорю, так и есть. Олег Геннадьевич, а ревность просто зашкаливает? Ну, это статическое напряжение. При том, что нет, ни в ревностях нет, мы готовим 24 часа вместе с внуки. Я никуда не отхожу. А, да? Да. И такое, что даже страшно, когда дома приходят любовь, не отхожу. Да, я вообще не знаю, не отхожу. И не подхожу. Ну, просто вред. Сплошно вред. Тоже статическое напряжение. А что нам делать? У нас до разгона уже приходится. В 30 лет были очень счастливые браки. Я просто... Это лучше человек... Ну, садитесь, садитесь, садитесь. Я сейчас расскажу вам. Ну, вот такой процесс ревности означает неудовлетворенность сильная внутренняя. Если глубоко-глубоко копнуть причину. Вот вы, допустим, чувствуете себя хорошо, улыбаетесь, общаетесь с людьми по-доброму. А муж не чувствует от вас этой энергии. И он не чувствует, он думает, наверное, она отдает ее кому-то другому. А почему не чувствует? Потому что у вас на психическом плане вот семейная энергия, вот эта вот семейная энергия, она закрыта для мужа. Закрыта для мужа. Не идет в его сторону. А что мне нужно делать? Ну, технически причина — это то же самое статическое напряжение. Ну, то есть только видите у вас оно как работает. Вот я неправильно диагностировал немножко. Оно у вас закрылось, к нему поток энергии закрылся. А статическое напряжение копится у него. То есть это он чувствуется обиженным, страдает. Вот его раздражительность, вот эта обида идет. Он как бы это объясняет тем, что, наверное, есть тайная какая-то связь у вас с кем-то. Потому что мне, у меня счастья нет с женой, значит, она дарит счастье кому-то другому. Вот такая иллюзия такая возникает. Потому что он на вас смотрит, вам хорошо, у вас все классно. А у него все плохо, потому что от вас к нему энергии не идет любви. Ну, эта сама тема закроется через полгода. То есть через полгода этот плохой период пройдет и опять энергия пойдет. Но, как бы, простой такой совет. Надо вместе делать статические упражнения и ходить в бассейн. Почитать методичку мой, потому что у вас идет, как бы, нехватка вот этой энергии воды, связанной с отношениями, с нежностью. Ну, технически это называется энергия воды или энергия отжица. У вас ее не хватает. А у него перегрев, наоборот, плохая энергия, отрицательная энергия копится. У вас нехватка положительная, у него копится отрицательная. И то, и другое лечится с помощью неподвижного положения тела и бассейна. Это все то же самое. Это блок статического напряжения. Этот блок находится на четвертом психическом слое, который связан с тканями мозга, с позвоночниками. Вот. И вот эта боль, это и есть воспалительный процесс в голове, который там, позвоночник, который происходит. Причина вот этого всего называется отторжение. Отторжение. То есть муж приходит, он находится в раздраженном состоянии, в обиженном. Вас отторгает от него, у вас нет настроения с ним взаимодействовать. И так как вас отторгает от него, энергия, которая должна идти в отношения, она скапливается и начинает вызывать воспалительный процесс. Видите, то есть у него раздражение копится в психике, а у вас копится в шее. Это причина. Между вами нет контакта. Вообще, есть три типа тяжелой судьбы вообще в жизни. Первый тип тяжелой судьбы, ну когда просто тяжелая судьба, а стал тяжелее жить. Люди прилагают усилия, больше усилий прилагают, и контакт налаживается. Второй тип тяжелой судьбы называется жесткая судьба. Когда жесткая судьба приходит, то у людей нет своих сил, нет возможности внутренних наладить контакт. И жесткая судьба учит людей самодостаточности. То есть учит находить счастье с помощью духовной практики, природы, добрых друзей. У вас действует жесткая судьба, между вами закрылась связь. Понимаете, жесткая судьба действует. И вам надо учиться самодостаточности. Вот если вы более-менее как бы справляетесь, жена, то муж вообще не справляется. Вот он хочет от вас счастье получать. От вас счастье закрыт краник. В результате он нервничает, психует, находятся какие-то причины, которых нет. Ну то есть что нужно делать? Первое, нужно с помощью статических упражнений и бассейна убрать нехватку энергии и воды, которая привела вот к этой проблеме. И вам спокойнее станет психически. Но контакт от этого не восстановится, станет спокойнее. А чтобы переждать этот период плохой, потому что вы не сможете своими силами восстановить контакт еще полгода. Через полгода начнет все налаживаться. Чтобы плохой период пережить, для этого надо учиться самодостаточности. У вас мужчину как зовут? У вас друзья есть вообще? Друзья? У нас нет вообще друзей, у меня нет вокруг, потому что нельзя выходить общаться. Ну а у него друзья есть? Нет. Ну вот это проблема. Это называется асоциальность. Асоциальность семьи. Это надо убирать это все, это неправильный образ жизни. Видите, у вас семейный эгоизм скопился и превратился в яд. Ну то есть, если вы хотите решить вопрос, надо приглашать друзей, заботиться о них. Делать так, чтобы любовь ваша расходилась вокруг. Не надо экономить близкого человека для себя. Надо всем дарить любовь. Вот семья должна всех любить, всех приглашать домой, заботиться, друзья должны приходить. Если вы как бы хотите любовь сэкономить на себе только, то тогда она просто растает и умрет. Чтобы счастливым быть в любые дни, свою любовь мы так беречь должны, чтобы не только нас с тобой вдвоем, чтобы крела всех она своим теплом. Своей любовью ви мир весь обними. То есть, любовь, это энергия бескорыстная. С ней нельзя так обращаться, что я жену свою никому не показываю. Жена тоже должна вести себя скромно. Не должна улыбаться другим мужчинам. Но она должна заботиться. То есть, люди должны заботиться. Пришли в гости друзья, накормили их, по-доброму поговорили. И ваша любовь очистилась. Вот очищение любви в семье является важной темой семейной жизни. Даже можно по запаху определить. Вот и вы приходите, допустим, в одну квартиру. Там такой нектар пахнет, вот даже за дверью. Хочется постучаться и открыть эту дверь. Потому что там нектар пахнет, нектаром. Потому что люди всем рады. Они всех хотят домой пригласить к себе. А в другом, просто к двери подходишь и воняет. Это значит, что у них эгоизм скопился семейный. Люди не хотят никого домой пускать. У них скопился семейный эгоизм. Это значит, что у них скоро начнутся проблемы. Они будут злиться друг на друга. Вот первое. В любовь можно только верить. Любовь можно только верить. Ее никак не можно проверить. Почупать. Можно верить только в нее. И когда ты веришь в любовь, она движется. Как только перестал верить, она уже не движется. Невозможно насильно заставить себя любить. Невозможно любить того, кто тебе не верит. Вот представьте, допустим, муж к жене подходит каждый день и спрашивает ее. Ты меня любишь или нет? Женщины, как вы думаете, что дальше будет с вами? Динамическое напряжение. Динамическое напряжение. Безысходность, да? Ну, вообще приятно, когда муж подходит. Ты меня любишь или нет вообще? Приятно? Ужасно. 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 Вот женщины бутуют. Как бы обесценили весь океан чувств и мечтаний, которые я ношу в себе 24-7. Да, все обесценено, да? Все обесценено одной фразой. Одной фразой. Ты меня не любишь. Нет, не любишь, а вот так. Любишь или нет? Не любишь. Любишь или нет. Не то, что он говорит, не любишь, просто любишь или нет. Я спрашиваю. Женщик, кому не понравится, поднимите руки. Ну, тут зала женщин, всем женщинам не нравится. Все. Надо верить в мою любовь. Верить. Понятно? Тогда будет любовь. Вот если ты... А, это уже аскеза. А чтобы верить, надо учиться, учиться молитве, мои дорогие друзья. Поэтому я сюда приеду 11-го числа, и у нас будет ретрит побед над судьбой. Мы будем учиться верить. Учиться верить – это важная часть жизни человека. Надо учиться. Вот вам понравилось? Аллилуйя. Альхангуллилия, повторяю. Вчера. Понравилось? Да. На сердце легко стало? Хорошо? Да. Ну вот, учитесь молитвами. Это важно. Это усиливает человека силу, душевную силу увеличивает человека. Давайте еще вот на эту тему, еще одну песенку тоже послушаем. Как взращивать любовь в семье? Песня про это. Чтобы оно росло, что нужно? Нужно приглашать друзей, служить, им радоваться. Нужно, чтобы дома был алтарь. Нужна молитва. Нужно, чтобы любовь мы отдавали Богу и людям. Если мы делимся любовью в семье, тогда дерево любви растет. Если корни тогда глубоко опускаются, очень глубокие отношения. Если люди замкнулись друг на друге, то значит, когда дерево любви, корни гнить начнут. Отсутствие веры друг к другу появится. Люди друг на друге как бы замкнулись. Нет веры. Вот как, допустим, мне поверить в жене? Я смотрю, как она молится Богу вообще. Смотрю, допустим, утром. Она молится Богу, читает молитву. Я вижу, какая у вас высшенная душа рядом со мной. Когда я чувствую чистые качества светлые своей жены, у меня возрождается к ней любовь. Потому что любовь может только чистому и светлому быть. У человека есть божественное, есть человеческое в жизни. Чтобы любовь возрождать, нужно увеличивать видение божественного в человеке. И уменьшать видение человеческого. Ну, а если я не верю в своей жене и говорю, ты, у тебя кто-то другой. Ну, тогда в чем заключается тогда возвышение, видение божественного? Значит, я вообще ничего не вижу, никакого божественного. Это значит, не хватает в семье Бога. Не хватает в духовной жизни. Если человек не может видеть чистоту в своей жене, значит, любви не будет. Будут страхи. Начнутся страхи, которые превратятся потом в маразм. У меня один мужчина заказал платную консультацию от меня. Не слушая мои лекции. Знаете почему? Потому что его жена слушает мудрец. И она решила подавать на развод. Потому что много лет назад он ей изменил. Ну, а потом он исправился. А ее так сильно травмировало психику это событие, что она много лет думает, что он продолжает встречаться с этой женщиной. И он, зная, что она слушает мои лекции, понял, что единственный человек, который сможет ей сказать правду, что этого нет, это я. И мне понадобился серьезный разговор, долго беседовать с этой женщиной, чтобы доказать ей, что никакой измены больше нет. Я и на факту в жизни их доказал. И она успокоилась, сказала, все, хорошо, я не буду подавать на развод. Но глубокая причина такого мышления заключается в том, что ты не видишь божественного, божественные качества в своем близком человеке. А видение божественного может происходить только через активизацию божественных качеств, чтобы ты должен видеть, как человек их проявляет, эти божественные качества. Поэтому дома должен быть алтарь. И надо алтарю служить. Можно освещать пищу, можно петь азаны вместе, допустим, читать священное писание. Вечерняя практика. И если так делать, то ты видишь, как жена рассуждает, она говорит, вот там в Коране написано, допустим, что надо быть верной женой, и она рассуждает, то, как классно написано. Ты слушаешь ее? Ну, что, значит, у нее все нормально с головой. Потому что она перед Богом так себя ведет. Значит, у нее сердце чистое. Это называется духовная жизнь в семье. А если духовной жизни нет, там непонятно, кто с тобой живет. Он тебе ничего не говорит. Только Бог может дать подтверждение, что человек честен и чист. А это только через духовную практику происходит. Через молитву, через освящение пищи, через алтарь. Знаете, что когда алтарь есть, то совесть вспыхивает сама. Вот есть такой видосик в ТикТоке, по-моему. Там пишет Коран. И кошку манит на то, чтобы она на Коран встала. И она ходит вот так вот, ну, за пищей. И на Коран не встает. Она его обходит. Потом положили к утваре. И она сразу потопала по этой книжке. Но даже кошка чувствует Бога. Значит, и муж почувствует, и жена почувствует. Нужна духовная жизнь. Нужно приглашать друзей, пересилить себя. Вот вы поитесь, допустим. Все страхи имеют очень-очень глубокую природу в жизни человека. Я вам сейчас эту природу вам расскажу. Откуда она берется. В прошлой жизни вы ушли из жизни. Это вы сказали, вы знаете. Каняка его. А, да. Хорошо. В прошлой жизни вы ушли из жизни. Да, мой хороший, да. Вы ушли из жизни. Когда, ну, примерно вот в таком возрасте, как сейчас. Вы ушли из жизни, потому что произошла измена. Ваш близкий человек изменил вам. И вы не выдержали эту измену. И погибли. Вы оставили тело. Вот. И в результате этого, как человек, в каком бы состоянии человек не уходил из жизни, именно с этой эмоцией он и рождается. И вот эта эмоция, что вас бросят, изменят вам, и как бы оставит вас страдать, мучиться. Эта эмоция тянется с вами через всю жизнь. И она вообще никак не связана с этой вот вашей женой. Это уже проехали, называется. И я вам сейчас докажу, что это вы не вы такой один, понимаете. Вот куча народу, который живет и думает, что все, что из прошлого к нам приходит, кажется, что это будет сейчас или будет в будущем. Поднимите руку, у кого из вас страх высоты. Вот вы встаете, это значит, что вы в прошлое или позапрошлой жизни разбились насмерть и погибли так. У кого, допустим, страх нищеты, что вот без денег останутся. Это то же самое. Это значит, смерть наступила в нищете. У кого страх голода, боитесь голодным остаться. Значит, смерть наступила в голодном состоянии от голода. Так вот, кучина, я вам подтверждаю. Вы в прошлой жизни прямо ушли из жизни от голода. Погибли от того, что не ели. А? Сам или это так? Кто-то сделал. Нет, так действовалось. Так это была война. И вы погибли от голода. Какая там война еще была. Я тоже погиб от голода в прошлой жизни. Я знаю, что это такое. Но я в себе победил это чувство. С помощью... Я каждый день вечером кушаю, утром не ем до обеда. Я сначала страдал, берез там кровать. А потом постепенно... Вообще сейчас не хочу кушать уже утром. Но днем, как маленький слоненок ем, обедаю. Через жестко так. Маленький, большой слон, ест примерно 10 вёдер. А я, как говорят, мы не лошади, нам бедра хватит. Шучу. Тоже, как вы, вот это чувство голода, вот это, оно осталось в сердце. Кто чувствует, что вас близкий человек бросит, сильно, прямо отчаянно так чувствует. И вы поднимаете руку, чего вы не поднимаете. У вас то же самое, да. Вот. Это значит, что это уже было, мои хорошие. Было, проехали. Давайте теперь сейчас разберемся, как определить, было или будет. Вот когда было, у человека есть четкое представление о том, от чего он страдает. Вот, допустим, он страдает от высоты. Значит, было. От голода, значит, было. А если человек чувствует торжественно в сердце, чувствует, какая-то сила наваливается на него. И как будто бы вот, ну, что-то, испытание какое-то ждёт. И от какой конкретно непонятно, это значит будет. Понятно, как прошлое от будущего отличить или нет? Если понятно было, если непонятно, то и будет, да? Да. Вот поднимите руку, вот чувствуете какое-то, ну, испытание как будто какое-то, но не знаете что, поднимите руку. Да, вот начинается плохой период у вас, и у вас тоже. Вот это, вот это будет, значит. А поднимите руку, кто вот чётко знает, что будет, вот такое кажется, ааа. Сейчас вот это будет, поднимите руку, кого-то кто-то чувствует. Ну, значит, было. Понятно? Доживю? Да, доживю. Или не доживю. Да, то есть, да, вот этот эффект такой. Эффект. Кажется, что, ну, человек не понимает, что доживю, он просто чувствует, что будет, допустим, кто, как-то считает, что его ребёнок погибнет. Это было уже. Было. Я вижу. А про будущее – нет. Мы прошлое лучше чувствуем, чуть будучище, и сильно из-за него переживаем. Даже так можно прошлой жизни узнать. Я этот метод использую для изучения своих прошлых жизней. Допустим, я, ну, сплю, но сон вижу, вижу, думаю, блин, дом не достроил, как бы фигня какая. Что за ерунда, вот. И смотрю этот дом свой. И потом раз, я научился себя во сне вспоминать, потом раз, и начинаю анализировать, об этой жизни этот дом есть или нет. Я вижу, что его нет в этой жизни. Это значит, что я с прошлой жизни дом не достроил, ушёл из жизни. Прямо я знаю этот дом, могу по нему походить, всё где там стоит, чего, всё знаю. Но это уже проехали, это было в прошлом. Потом, я думаю, раз я так к жилью привязан, значит, можно… И я так четыре дома нашёл, каких я жил раньше. И по ним узнал в своей прошлой жизни. Адреса прямо, да? Не адреса, а просто обстановка. Вот я точно вижу вот те дома, в которых я жил, обстановка. А регионы где же? Регионы я ещё не изучал. Я просто по домам увидел, как я жил где. Но вот видно, что это точно не современное, ну что не высотки там, ну так и видно, что это прошлые эпохи какие-то. Амир Геннадьевич, можно вот вопрос, честно, волнуй, а прошлые жизни всегда в прошлом, да, а где-то, чтобы из будущего переселиться? Это вас запутали уже в этих фильмах. Вам мозги накрутили. Надо поменьше телевизор. Время никогда, никто в этом мире не может поменять время. Запомните. Время – это энергия Бога. Самая глубокая, непреодолимая сила в этом мире – это сила времени. Поэтому никто не может из прошлого прийти в будущее. Никто из будущего в прошлое не придёт. Понятно? Потому что это сила непреодолимая. Люди не смогут поменять ход времени. Но при этом сама возможность, сама возможность теоретически попасть в другое время есть. и это, но только не в прошлое. Я объясню, как это делается. Если теоретически вас сейчас взять, допустим, ангелы возьмут вас и поместят на высшие планеты. Есть разный уровень высоты. Вот, допустим, есть на высших планетах, где день проходит там, а здесь проходит год. И вы там, допустим, две недельки пожили, и прошло 14 лет на Земле. А вы приехали назад в том же, как бы, теле, не постарели, ничего. А все постарели вокруг. Теоретически такое возможно. А есть ещё более высокие планеты, где секунда проходит, а здесь год на Земле. Такое возможно. И точно так же ад в аду. Допустим, вы молитесь за человека в аду. Там вы молили его, допустим, за три месяца, да? А он там прожил лет 20, может быть. Там есть разные глубины ада. Чем глубже, тем скорость сильно отличается от Земли. И каждый день один год прожил. Да, время течёт там по-другому. Здесь день прошёл, там год. А судьбу можно изменить? Поэтому люди в основном быстро из ада вымаливают людей. Ну там, допустим, за месяц, за два вымаливают, за три. Но это проходит здесь. Там очень много может пройти, в зависимости от глубины ада. А судьбу можно очистить, а не изменить. Очистить. Судьба — это дорога. Когда жизнь невежества, это значит, дорога с очень большими препятствиями. Можно выровнять. Дорога, чтобы ровная была. Но есть предположение, что судьба предначерчена? Она предначерчена, но её можно смягчить. Вот плохие периоды есть, но как они на тебя повлияют — это твой выбор. Ты можешь правильно жить. Есть три типа действий, которые смягчают судьбу. Первый тип действий. Чтобы смягчить судьбу, влияние судьбы на тело, чтобы тело и душа были молоды. Ты не бойся ни жары, ни холода. Ну то есть, если хочешь на тело повлиять, тогда взаимодействуй со стихиями, научись терпеть воду, воздух и солнце. И также научись совершать аскезы — длительное движение, неподвижное положение тела и пост. Научись режиму дня и правильному питанию. Вот эти силы делают человеку возможность дольше жить, и судьба не влияет на тело, как у остальных людей. Я вам доказываю своим. Я приезжаю, вы стареете быстрее, чем я. Так или нет? Так. Вы говорите, а ну, Геннадь, что-то вы не стареете. Это вы быстрее стареете. Почему? Потому что я совершаю аскезы для тела, и тело сохраняется лучшее. Для того, чтобы побеждать судьбу, связанную с социальной жизнью, человек должен отвлекаться от себя и делать добрые дела, помогать людям, желать всем счастья, заботиться о других, помогать всем. И тогда его, ну, время не будет влиять плохо на его психическое, на его социальное отношение, на его нити, связи. И чтобы непреодолимые препятствия преодолевать, допустим, тюрьма, тяжелая непреодолимая болезнь, это побеждается с помощью молитвы. Дальше, вот молится, то милость спускается на него и освобождает его от тюрьмы или от сумы. Поэтому есть три силы, побидая, ожидающие ход времени. Это аскезы, добрые дела и молитвы. Я вам об этом и говорю, учу вас этому. И можно себя продиагностировать. Допустим, если у тебя нет хорошей работоспособности, страдает настроение, нет сил, значит, нужны аскезы, режим дня и взаимодействия с природой. Если у тебя нет жены, мужа, работы, денег, положения в обществе, тогда делай добрые дела. Тебе этого не хватает для того, чтобы победить судьбу. А если ты чувствуешь непреодолимые препятствия в жизни, там тюрьма надвигается, еще что-то, тогда молитва помогает. Она разрушает эти проблемы. Я даже читал целые лекции по добрым делам. А там все очень четко и ясно. Вот, например, если женщина не может выйти замуж, она должна близко заботиться о людях. Не то, что мужиков искать, о которых заботятся, а просто о людях, которых она любит. Надо искать подружек, заботиться о родителях, заботиться о подружках и постоянно быть очень активной в этом вопросе, заботой о других. И так она перемалывает свою плохую судьбу и становится красивой и привлекательной. И выходит замуж. Если мужчин не хватает денег, то там есть такая энергия жадности. Жадность — это желание денег. А есть энергия подарков или способности дарить другим людям. И, допустим, человек торговлей занимается. Для того, чтобы ему продавать, люди должны чувствовать пользу от него. А значит, что от него идет щедрость. И если человек чувствует, никто у меня не покупает, значит, у меня жадность сильнее, чем щедрость. Но жадностью своей ты ничего не сделаешь. Потому что это твоя энергия, это твоя жизнь. А ты зато можешь начать дарить людям. А именно что? Вот деньги означают, что человеку надо кушать. Ну, то есть ты даришь людям, берешь просто нищий, пормишь. Или помогаешь, заботишься о ком-то материальном, помогаешь людям. И у тебя щедрость становится сильнее, чем жадность. От тебя, во-первых, у тебя психика успокаивается по поводу того, что денег нет. Уже легче жить. А во-вторых, люди чувствуют, что у тебя надо все покупать. Когда человек власть, допустим, хочет власти, он должен уважать культуру в своей стране, уважать правительство. Туда аскезу направлять. И должен заботиться о подчиненных, о младших. Когда он заботится о младших, и уважает старших, власть усиливает свою жизнь. Если человек хочет славы, или известности, влияния, то он должен своим действиями, широкими, большому количеству людей, приносить пользу. Вот один человек подошел ко мне и говорит, я тоже лектор, лекции читаю. «Подскажите мне, как вы себя раскручиваете?» Там, где надо, что там, лайфхаки там, инстаграм, ютуб. Раскручиваете через эстетию? Я говорю, я никак себя не раскручиваю. Он говорит, а как, почему популярность? Я говорю, я люблю людей. Я ему даю все, что есть, все в открытом доступе, читайте, слушайте. Он говорит, это неправильно. Я говорю, почему неправильно? Он говорит, если всю информацию людям дать, они, значит, не будут тебе деньги платить. Я говорю, мне никто и так не платит. Они говорят, ну на лекции же люди ходят, почему они ходят? Значит, вы что-то не выкладываете? Я говорю, нет. А он говорит, а почему они ходят? Я говорю, потому что скучают. И он ничего не понял, он пошел, ничего не понял вообще. Потому что он не понимает, что если ты хочешь быть известным, ты для этого должен приносить людям пользу. Пользу какую-то. Вот сейчас большинство людей, они хотят разлить ухи. Поэтому люди какую пользу приносят? Ну там, допустим, показывают, допустим, как они висят на скале кверх ногами, или как они обжираются пельменей, или как там им морду бьют на улице, они видосики показывают, и всем интересно. И они набирают большое количество просмотров. Это один вариант. А второй вариант – людям давать что-то ценное, что поможет им в жизни, дать им возможность быть счастливыми. Можно, конечно, дешевым способом делать популярность, а можно нормально. Если хотите, я вам расскажу один способ, как вам можно делать добрые дела, не выходя из дома. И бесплатно. Не тратить деньги. И да, ну как бы вы можете, может быть, ну как бы вам для вас это может быть как реклама, допустим, воспринято. Но я хочу вам рассказать одну очень важную вещь, что сейчас происходит в мире. сейчас искусственный интеллект стал настолько мощным, развитым, что лекции, которые я читаю, могут звучать моим голосом, допустим, на испанском языке, моим голосом, моей речью на испанском или на английском языке. И для этого нужна немножко помощь нам. Ну то есть сначала лекции мои превращаются в текст. И на русском языке нужно чуть-чуть редакции. Это может быть 15 минут в день всего. Ну то есть нужны добровольцы, люди, которые просто в команду войдут. Кстати, будете дружить с хорошими людьми, тоже больше общения будет, взаимодействия. И потом дальше, допустим, искусственный интеллект переводит на английский. Если кто-то знает английский, то нам тоже такие люди очень нужны. Можно, допустим, чуть-чуть там на английском посидеть, что-то подкорректировать. Если кто-то знает китайский, то нам надо на китайском. Есть кто китайский знает? Нет. Английский есть кто знает? Можете на английском помогать. если хотите. Вот, у нас есть, вот можете к Игорю, моему помощнику подойти, он вам даст телефон Оксаны и позвать. Можете на русском? Просто, ну как это выглядит, я вам могу сейчас, если хотите, включить мою лекцию на английском языке. Я в жизни так не смогу говорить на английском. Хотите? Просто ради прикола. Что получается? То есть вы можете столько пользы людям. Вот на английском языке, почему люди не слушают мои лекции? Потому что переводчики, когда переводят, они их не могут слушать, потому что скучно. А сейчас моим голосом лекция идет на английском языке. Все поменялось, поэтому люди будут слушать. I'd like to express my gratitude for your knowledge and for sharing it with us. On Tuesdays you should observe a water fast. On water? Yes. All right. Because you are accumulating toxins and excess weight in your body, and they require intervention. You need to fast, and it's also necessary to cultivate a prolonged movement. I jogged. Классно? Классно! Это говорит искусственный интеллект моим голосом. Мою лекцию читали. И вы можете в этом участвовать, помочь. А вот сейчас вообще вы будете угорать просто. Я вам сейчас даже покажу видос, видео. Хотите? Да. Так. ICco? 4. 5. Круто? Это испанский уже. Если сейчас китайский покажу, будете угорать просто. У меня нету китайского здесь. Но так иначе это все возможно. И люди будут слушать, понимаете? Китайцы будут получать знания. Закрытая страна. Там ничего нету, понимаете? Я когда туда приехал, в Китай, я прям смотрел на людей и чувствовал, я хочу им дать знания. Я смотрел их в глаза, видел отношения друг с другом, как они разваливаются. Понимаете? И я понимал, что я нужен этой стране. Но для того, чтобы им дать знания, должен на китайском говорить. И Бог помог с помощью вот этого искусственного интеллекта. Поэтому включайте всю эту программу. Если вы будете помогать людям просто слушать лекции на английском, на китайском, на испанском, на хинди, все у нас уже есть добровольцы, которые будут это помогать нам делать. Там надо просто чуть-чуть редактировать текст на этих языках и все. А дальше уже все делает искусственный интеллект. Классно? Поэтому включайтесь, подходите к Игорю, моему помощнику. Он вам будет давать телефон. И в 15-20 минут в день там посидели, русский поредактировали, английский поредактировали. На казахском тоже нужно. На казахском организуйте команду, нет проблем. Есть клуб «Благость». Организуйте команду, организуйтесь. Вот. И переводите на казахский. Делайте от казахский YouTube с моим именем Instagram. Введите его, выкладывайте лекции, нет проблем. Все ваше просто желание. У меня одна женщина общалась со мной из Южной Кореи. Сейчас на корейском будет все дело. Другая встретила меня в Индии из Японии. Будет на японском дело. Люди по всему миру слушают лекции. Хотят, чтобы муж японский, он не знает ни английского, ни русского. А как ему дать вот это знание? Ну, перевести лекцию, а предактировать на японском. И будет, или иначе, японским голосом, с японским выражением. Бог вот это все будет по-японски давать лекцию. Все это реально сейчас можно сделать. Ладно, это добрые дела. Вот, к примеру, как можно делать добрые дела. Поэтому подключайтесь. А сегодня мы с вами продолжим беседу о семейной жизни. Будем говорить с вами о том, что бывают трудные периоды в жизни у каждого человека. У каждого человека. Вообще, в целом, вы должны знать, что у Бога есть свои планы на нашу семью. И, к сожалению, большинство людей не знает об этом. И поэтому теряет свою семью. Потому что у Бога какие планы? Он хочет, чтобы через ваши отношения любви... Вот, допустим, вы влюбились в девушку, или девушка любит вас. Допустим, между вами любовь появилась. У меня к вам вопрос. От кого исходит любовь? Вот эта энергия любви кому принадлежит? Девушка или парню? Богу. Вот. Молодец. Энергия любви, сама энергия, она действует через девушку, но принадлежит Богу. То есть, девушка является объектом любви. А через нее любовь действует. Она это чувствует. Она ждет любовь. Она, если бы любовь ей принадлежала, она бы могла ее включать. Вот, допустим, она видит молодого человека, классный молодой человек. Так... Включаем любовь. И сразу он такой... Как это был яроларш такой. Мальчик один приходит к волшебнику и говорит, а вы можете вот в меня влюбить вот эту вот девушку? И фотографию показываю. И там две девушки. Одна худенькая, другая полненькая. И волшебник говорит, а какую из них? Мальчик говорит, ну какая красивее, то и включить. Вот. И потом в школу приходит мальчик, и полненькая на него бросается такая, с ним познакомиться хочет. И он прибегает, говорит, вы кого, говорит, выключили? Он говорит, полненькую. Он говорит, я же вам сказал, какая красивее. Он говорит, а мне всегда полненькие нравились. Волшебник. Ну то есть это все сказки, да? Это все яроларш просто. А на самом деле, если говорить о жизни, то энергия любви не принадлежит человеку. Иначе мы могли бы просто любовь включать. У кого каким, мы не можем. Иногда я люблю человека, он меня не любит. Иногда он меня любит, я его не люблю. А хотела бы полюбить. Классный человек. Просто некоторые девушки вот страдают. Человек классный. Вообще вот просто вот супер. А не любит. А не могу полюбить. Да? У кого такая была ситуация девушки? Вот. А не могу полюбить. И страдает. Как же вообще что-то жизнь такая. Вот. Поэтому любовь мы не можем включать. Это делает Бог. Теперь давайте разберемся надолго и зачем он это делает. Это его энергия. Любовь это энергия. Как, допустим, человек говорит, отпусти меня, не держи. Другой говорит, да я тебя не держу, иди. А он не может уйти, потому что не может. Потому что любовь держит. Кто держит людей вместе? Бог. Бог держит вместе. Какие причины, почему он держит вместе? Потому что мы должны друг через друга учиться жить. Вот только через близкого человека самое сложное и самое лучшее в жизни вы получите. Сначала догадайтесь. Вы что получите сначала? Яд. Слабо. Сначала мед. Сначала мед вы получите, да. Потом что получите? Яд. Яд. А потом что получите? Мед. Опять мед. Если исправитесь со своими задачами. То есть просто вы должны понять. Яд. Но есть разумные люди, которые слушают лекции, изучают все. Они знают, что если влюбленность пошла, надо не наслаждаться друг другом и забыться друг другу, а надо совершать аскезу, встречаться, общаться, гулять вместе и разговаривать. Четыре-пять месяцев разговаривать. И пытаться понять друг друга. Это называется яд. Потому что хочется же расслабиться в отношениях. А нельзя. И люди сначала общаются, потом женятся, а потом расслабляются. Сначала яд, а потом нектар. То есть они переворачивают ход судьбы. Потому что Бог сразу договорит наслаждайтесь друг другом, нет проблем. То есть сначала нектар, потом яд. Потому что понаслаждались друг другом, а потом только узнали, что характер, оказывается, у близкого человека есть. А вот и узнать и пораньше, если пообщаться начать, а не наслаждаться. Понятно? То есть есть знания. И когда человек правильно действует с позиции знания, он облегчает себе жизнь. Но сегодня мы должны понять такую вещь. А сколько влюбленность будет длиться? А она не будет длиться долго. Она будет потихоньку таять. Будет казаться, что примерно то же самое, но чуть поменьше. Она будет таять. У некоторых таять, там по судьбе за полтора года может растаять. У некоторых за три, у других за пять. Но максимум за семь. Вот проходит семь лет совместной жизни. И практически у всех людей влюбленность проходит. И вот даже психологи рисуют такой график отношений семейных. Сначала влюбленность растет. Медовый месяц. Буква В. Буква В. Потом она тает, тает, доходит до низа, вот здесь вот вниз. И потом может подняться и в старости чуть-чуть опуститься. Буква В. Где люди разводятся чаще всего? Не внизу. Они чаще всего разводятся где-то вот, когда пошло вниз. На спаде. Они думают, ну как бы, росла любовь, завяли помидоры. Вот. Их яблочко да на тарелочке. Надоела мне жена, пойду к девочке. Вот. Ну то есть, чуть-чуть меньше становится любовь. И как бы мужчина думает, как бы, надо любви больше. Говорят, у нас заканчивается любовь, влюбленность. То есть, люди, ну а как там дальше происходит? Вот он его, как бы, он бросил жену, что у него там будет? Много влюбленности? Ему, во-первых, кобру Бог даст, которая его жалит будет за то, что он бросил. Вот. А во-вторых, меньше влюбленности по времени будет. Как у меня один знакомый, он не брал замуж женщин. И он скрыл закономерность. Он говорит, Олег Геннадьевич, мне 40 лет. Ваши лекции очень нравятся. Хочу вам рассказать опыт, который вам пригодится для лекции. Я говорю, хорошо, давай рассказывай. Он говорит, сначала у меня влюбленность длилась долго. Потом меньше. Потом еще меньше. А сейчас вот встречаю девушку один-два дня и все. Ну, то есть, он израсходовал всю влюбленность. То есть, сначала будет очень долго. Потом меньше, меньше, меньше. Если бросаешь, бросаешь, бросаешь. Потом вообще на один день. И вся влюбленность. И закончилась. Но очень важно понять, что влюбленность должна перейти в любовь. Вот для этого Бог дает время. Он влюбленность дает людям для того, чтобы они научились любить. Потому что он сначала любовь дает, как бы, ну, try and buy, знаете? Try and buy. Знаете? Или демоверсия, знаете? Ну, попробовал что-то и потом дальше покупает, если нравится. Вот это примерно то же самое у Бога. То есть, он дает влюбленность, говорит, вам нравится, вот, любить нравится. Вот. А теперь платите цену. И какая цена, что за цена нужна для любви настоящей? Какая цена нужна? Нужно учиться служить друг другу, быть верными, терпеть недостатки. Нужно заботиться и ждать благодарности за то, что ты делаешь. Считай, себя отдать. Цена. Да, себя отдать, себя отдать. Цена отдать. Свою жизнь близкому человеку. Да? Ну? А можно вопрос? А если не я бросаю, а меня бросают, тогда что с влюбленностью, с каждым разом? Ну, вас бросили, значит, вы не справились с любовью. Вот вместе не справились. Но если вас бросает человек, вас бросает, то в этом случае он будет наказан по-любому. А вы будете наказаны, если вы не сдадите свой экзамен, если вы не предадитесь Богу, не простите. Не, как бы, ну, если вы, расплющит вас это событие, значит, в этом и наказание заключается. А если вы сможете победить, тогда, значит, получите свои подарки дальше. А можно спросить, а вот есть ли ситуация такая, что у меня родители, ну, им пришлось развестись? Вот ситуация такая, что моей маме пришлось развестись своим отцом, потому что он ее, так скажем, вампирил. Когда моей маме, то есть ее судьба у нее как-то отразится на это, потому что она бросила его? Ну, слово бросил человек когда, это же, ну, это глубоко очень, понимаете? То есть бывает женщина не выдерживает. Лучше, конечно, чтобы она жила отдельно, ставила условия, воспитывала мужчину. Но она так не сделала. В этом плане она, конечно, будет отвечать за это. Но бывает, что виноват мужчина, даже несмотря на то, что женщину бросила, и тогда она не сильно будет отвечать за это. Но, как говорят это, вы мама, да? Как говорят, вскрытие покажет, да? Анатомическое вскрытие показало, что пациент умер от анатомического вскрытия. Поэтому, как бы, замуж вышла потом, нет? Видите, три года прошло, не может найти, значит, вина есть. Поэтому, мои хорошие женщины, вообще, когда... Разводи двое же виноват. Разводи двое виноват. Да. Самый умный тот и виноват. Видите, какой умудренный. Самый умный тот, кто виноват, мне сказал. Видите, это правда. Если вы себя не считаете виноватой, значит, не самая умная. Мои хорошие, давайте не будем сейчас спорить, привлекаться. Одно поймите, что когда развод происходит, женщина от этого страдает больше, чем мужчина сразу. Потом на будущее, конечно, и мужчина будет страдать много. Но сразу страдает больше женщина. Потому что она, она долго остается одна. А мужчина быстро находит себе другую всегда, как обычно бывает. Итак, ладно, давайте эту тему закроем. Вернемся назад к нашей теме. Зачем Бог отдает любовь свою бесплатно людям? И они пользуются ей. Некоторые люди говорят, а я хочу навечно любить. То есть, вечно пользоваться энергией Бога. Бесплатно он хочет. Бесплатный сыр только в мышеловке.